добрый день друзья в эфире реальный бизнес сегодня мы поговорим с еще одним креативным предпринимателем андреем журавлевым привет андрей расскажи пожалуйста где мы находимся что это за место такое чем ты занимаешься собственно мы в моей мастерской я художник художник просто художник художник ты работаешь с глиной насколько нам намекает вот эта скульптура да я занимаюсь скульптурой интерьерной сувенирной продукции то есть мастерская достаточно большая и мы охватываем скажем широкий спектр областей ну мы в байкальском регионе в уркутске находимся у нас здесь много туристов ты производишь сувенирную продукцию да 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 то есть расскажу о мастерской и наверное заодно про вещи то есть мастерской больше десяти лет где-то около 12 лет назад я начал заниматься керамикой вот мастерская мои моя мастерская это скажем бизнес но деятельность которую ты любишь искренне любишь и из-за того что ты так относишься к делу которым занимаешься это чувствуют люди им нравятся наши вещи и мастерская за десять лет там она очень сильно изменилась то есть она живая и в какой-то момент мы занимались только традиционной керамикой традиционная русская керамика позднее мы начали делать что-то более этническое привязанное к региону вот дальше мы начали делать елочные игрушки еще что то еще что ты вот на данном этапе мастерская находится в очень интересное интересном витке очередном то есть мы стали отказываться от единичных вещей которые классные интересные мне не очень сильно нравится но она одна вот и очень хочется рассказывать зрителю историю то есть не просто человек восхищается керамикой такой классная штука прям не сильно нравится вот хочется погрузить его определенную сказку вот в наш мир которого мы придумали и вот в этом мире есть вот этот чувак он отвечает там за какие-то такие штуки вот этот вот он за такие то есть рассказывать большую сказку это креативная экономика по сути то про что сейчас много говорят ты не знаком с таким термином нет нет вот это креативный бизнес креативная экономика когда добавленная стоимость рождается не из-за массы материи а из-за идеи которые ты туда вложил да идея идея самое главное и как продвигается такой бизнес насколько успешно совершенно совершенно удивительно прекрасно в любое время даже в карантин за 10 лет мы недавно посчитали мы продали более 100 тысяч изделий и но в мире нет ни одной страны ни одной точки где не было бы даже хотя бы маленькой нашего вещички то есть как ты говорил байкал это туристический место интернационального турист туризма очень много людей совершенно из каких-то невероятных местом зимбабве там еще там как вот и люди приобретали наши вещи и сейчас нет ни одной точки на карте на которой бы не было наших вещей вы продаете и онлайн тогда давай про бизнес часть поговорим то есть как устроенный бизнес что продается лиринка двух словах как я уже говорил вся мастерская она построена на моем творчестве то есть у меня есть какие-то идеи есть мечтание там так далее так далее и в какой-то момент я понял что идей слишком много чтобы ограничивать там сувенирной продукции вот начали заниматься я начал заниматься скульптурой потом опять стало мало мы начали делать печать печать на сумках печать на одежде вот то есть очень 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 много всего и скульптуры которые стоят сотни тысяч рублей их ну к сожалению нельзя продавать рядом с сувенирной продукцией то есть они взаимо исключают друг друга хотя на мое ощущение они родны они родны потому что они же вышли из моей головы то есть я то их искренне люблю и что интересно даже самая маленькая вещичка из нашей мастерской она проходит очень много этапов формирование через меня то есть силуэт форма роспись подача так далее так далее то есть даже самая маленькая вещь я ее очень много раз в руках держал ее фотографировал на телефон чтобы потом вечером перед сном посмотреть и сказать себе нет там вот надо чуть-чуть как-то по-другому вот но на данном этапе серьезные там большие работы находятся в галереях в иркутске и по всему миру сувенирная продукция находится в нашем магазине и в магазинах партнеров по всему байкалу и даже за пределами иркутска то есть у нас на нашей керамикой занят полностью весь восток россии то есть владивосток хабаровск там только наша керамика очень много керамики в москве в питере красноярске музеи представляет огромное количество наших вещей вот и интернет продажи но там в основном конечно елочные игрушки то есть несколько лет назад так получилось я не знаю почему но на керамисты были всегда всегда там делали горшки еще там что-то но никогда не видел чтобы они делали елочные игрушки на там ну немножко там какое-то небольшое количество и какое-то количество лет назад прям случился бум и все керамисты одновременно начали делать на елочные игрушки и в том числе и я это экологично многоразово они красивые уникально это очень круто но это так приятно вот как раз такие наверное елочные игрушки подтолкнули меня к идее создания коллекций то есть вот сейчас мы работаем над коллекцией хранителей камни то есть у нас будет серия скульптур одежда мимика возраст пол они будут как бы охарактеризовывать разные виды камни нефрит чароид и так далее у нас есть шампунь в виде камня да 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 друзья коллаборация можем посотрудничать наверное да да почему нет но я лично пользуюсь и елочные игрушки конечно подтолкнули на коллекции потому что но два года я сделал основную массу наших вещей и они были стилистически очень сильно привязаны друг другу вот и так приятно люди начали их коллекционировать то есть обычно ну покупали ставили там на видное место хвастались друзья может быть вот но как бы момента коллекционирования не случалось и тут мы сделали коллекцию и люди начали собирать и причем писать такие важные вещи то есть там я буду передавать своим детям я подумал нифига мои вещи которые я придумал будут передавать своим детям вот как много я о себе рассказал да это очень круто на легких вопросах как ты кайфуешь да это на самом деле классно ты про это уже говорил мы в кулуарах обсудили что есть вот это вот желание художника выразить себя и когда он видит отдачу это очень круто да да насколько ты вот художника насколько ты предприниматель в этой связи лично я считаю говном не кидайте вот лично мое мнение очень много художников которых я спрашивал они со мной резко категорически не согласны но вот я такой если завтрашнего дня я на планете буду один никого вообще никого не будет я точно буду знать что ни одна собака не увидит мои работы я не буду ничего делать я даже мыться скорее всего не буду через какой-то период то есть зритель диалог со зрителем он крайне необходим у меня есть ощущение что многие люди лукавят когда говорят что они делают исключительно для себя потому что даже кухонный художник который там но только начинает ему очень важно чтобы на жене вот которая занимается этим муж сказал ты у меня очень талантливая или там на жена мужу то есть очень важен зритель и когда зрителя много и когда зритель совершенно тебе незнакомый человек ним не брат не сват там не жена никто а совершенно из другого города даже другое поколение и он говорит я чувствую я чувствую мне нравится вот это и такой я вообще тогда и я тогда вообще сделал поэтому я наверное больше не художник не бизнесмен я перформер до нового на в связи с этим замечание друзья сегодня наш 21 век вообще стыдно не обмениваться с художником обратной связью потому что уже сделано все уже одним пальцем можно поставить лайк и прям вообще ничего не надо то есть не надо писать ничего хотя бы ставишь лайк и уже идет энергия и тебе от этого хочется еще больше делать разумеется еще лучше вот в чем то есть если тишина ты не понимаешь как бы это вообще кому-то надо или не надо но я считаю что это вообще любой человек ну то есть программист создает какую-то программу например про лечение детей ну если никто этой программы не пользуется но естественно он не будет выпускать обновление этой программы он не будет там какие-то баги дали там еще дотачит но просто и бросит вот ему ему нужен зритель этой программе точно также художнику очень важный зритель очень важный покупатель так далее так далее потому что как ты справился со страхом сейчас многие скажут что ну я и рад бы кому-то что-то показать но я боюсь ведь закидаются меня негативом каким-то дизлайками на первых этапах что это было как-то мы уже обсуждали этот вопрос то есть если ты искренне любишь то что ты делаешь всегда появятся люди которые влюбятся в твои вещи то есть если ты любишь то будут появляться люди которые влюбляются в твои вещи я лично не начинал вот с головой в омут я попробовал разные сферы ювелирка бересту дерево так далее ну как какие-то материалы пробовал виды деятельности остановился на керамике и это было все очень и очень медленно то есть сперва это была тещина комната съемной квартире мы с женой вдвоем все делали полностью я был еще студентом я понимал что нужно заниматься бизнесом нужно зарабатывать деньги то есть у меня появилась семья и но при этом я хотел быть живописцем при этом я не хотел бросать обучение я понимал что я хочу быть профессионал вот и в этот момент было принято решение два дня в неделю не спать полностью и два дня в неделю спать пол ночи вот оставшееся время но спать сильную воду разницы целую ночь и я так прожил лет пять то есть следующие пять лет я два дня в неделю стабильно не спал это к вопросу о цене успеха и когда он в каких случаях он приходит ну если вот такие решения принимать тогда получится конечно то есть а как как вы думали то есть вы идете такие по улице классные вообще все из себя невероятные подходит какой-то мужик и говорит вот тебе бабки занимайся вот я верю что ты что-нибудь можешь хорошие но сейчас культивирует такой подход на так не бывает так тебе нужно что-то сделать чтобы кто-то что-то увидел вот чтобы кто-то имел шанс полюбить да это произведи что-то на свет купил лотерейный билет хотя бы ну или хотя бы там до хорошая анекдота не очень сильно нравится архип куинджи был достаточно обеспеченным человеком у него были свои крестьяне и вот один из его работников пришел однажды к архипу и сказал я хочу быть живописцем вот примерно по величине такой же как вы но я не могу я каждый день на вас работаю что вы мне посоветуете архип говорит а вы во сколько вставить 6 утра чтобы там заниматься делами по дому а что вы делаете с 4 до 6 мужик будет я сплю я же говорю я в 6 встаю и начинаю работать тогда вы не очень хотите быть художником вот я считаю что если хочешь делай не обязательно все сразу бросить там взять огромный кредит там арендовать мастерскую и там нет можно начинать медленно но какое движение должно быть сейчас у меня мастерская около 300 квадратов у меня целый штат сотрудников то есть я больше не занимаюсь деятельностью которая которые могут мне помочь выполнить мои ребята я занимаюсь только разработкой или доводкой новых коллекций или обучением сотрудников до мастерская росла инвестиций не было со стороны поэтому мастерская развивалась достаточно медленно здравствуйте перерывчик на чайную церемонию друзья мы были вынуждены прерваться на небольшую чайную церемонию и продолжим беседу с андреем мы остановились на том бизнес это у тебя или творчество вот мне понравилось что это не бизнес я с некоторых пор не так сильно люблю бизнес как это было раньше расскажи о каких-то интересных случаях в твоем твоем творчестве в твоей работе может какие-то сделки интересные какие-то структуры которые необычно у тебя родились даже сложно сказать но бизнес вот вернемся немного бизнес и творчество это ну вот это очень грубое понятие то есть качественный интересный бизнес это это творчество вот а я художник который сумел монетизировать свое искусство вот скажем так то есть что это такое это бизнес или это или настоящий успех можно сказать вот это то к чему многие стремятся да да но я абсолютно согласен что бизнесом по себе творчество это безусловно так а про интересные моменты но очень очень сложно сказать то есть я достаточно вредный товарищ вот и если я не чувствую то и не делаю конечно были случаи когда но я переступал через себя и вот брал какой-то заказ там на предположительно материально выгодно там или еще что то как правило я изматывал себя изматывал клиента и ничего хорошо не получалось то есть все таки бизнес вот в творчестве бизнес в искусстве это это по любви это должно быть по любви если нет если не так то то наверное и и не надо вот очень интересное наблюдение такая тонкая грань существует между тем всегда ли прав клиент прав ли тот кто платит нужны ли тебе вообще его деньги за тот ресурс который ты отдаешь я с удовольствием передаю заказы то есть ко мне приходят люди пытаются что-то заказать и я понимаю что это не мое мне это не интересно и я передаю иногда вот у меня был пунктик я не работал в сфере эротики то есть мне в принципе я люблю эротику я люблю женщину так далее но я люблю это физической физическом мире я не люблю это в своем творчестве в творчестве я хочу говорить о красоте в творчестве я хочу говорить о любви там о вселенной я не хочу говорить о ну вот чем-то таком вот но при этом как я уже говорил все меняется и приходит какие-то осознания совершенно недавно я выполнил достаточно крупный заказ на графику сексуального формата то есть одна компания будет печатать на одежде мои рисунки вот и когда пришел заказчик мы с ним беседовали я был блин интересно а мне вот интересно вот вот в этой сфере попробовать но во-первых заказчик был достаточно адекватный и запрос был очень интересным то есть это не напрямую это был золотой век 18 в стиле его приберцли там графика орнаменты короче я кайфанул вот но но при этом вот так хочу сказать хочу сказать что очень очень важная штука вот про бизнес вот про бизнес если жестко четко у у меня есть в голове совершенно точное понимание которое со мной сработало уже много раз и я вижу людей я разговариваю с ними бизнесмены или нет и это ну прям реально работает если то что ты делаешь ты делаешь ты делаешь исключительно для собственного благосостояния только только мне 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 очень редко что-то получается очень редко очень редко что-то получается то есть любое дело которое человек делает я искренне в этом убежден оно должно нести что-то хорошее оно должно приносить пользу оно должно приносить в этот мир что-то хорошее. Если оно приносит, у тебя, скорее всего, все пойдет. Безусловно. Ведь, знаешь, часто говорят про баланс, про какую-то эзотеричность в этих делах обмена. Но, когда ты говоришь про это, я прям вижу, как плоды твоего труда приносят пользу людям, и они способны становятся еще больше делать, и в том числе возвращать тебе. И тем самым мы запускаем спираль развития, а не деградационную спираль. Когда я высосал с того, воспользовался НЛП-техникой, меня обучили как-то манипулировать людьми, как в переговорах позицию устраивать. И ты человека отжал по всем сторонам, а потом удивляешься, почему все вокруг выжатые, как лимон, и ты не можешь никого нанять, никому продать, ничего не с кем сделать. То есть это прям другой формат мышления. Мы тоже это развиваем, называем целостным подходом, может быть, громко сказано, но вот, мне кажется, мир хочется выстраивать во всех его кубиках, и маленьких, и больших, и так далее. Творческие люди чувствительные, они сверху прям видят, как это все происходит целостно. Мне кажется, это современный подход, просто современный подход. Да, пришло время в каком-то смысле менять подход. Мы же не в 90-е, то есть когда можно сделать фирму оттодневку, срубить бабла, а завтра другую фирму. Сейчас это уже не работает. Сейчас работает долговременное сотрудничество. То есть если ты делаешь что-то хорошее, тебе делают что-то хорошее, вы сможете работать долго. Если условия для одной стороны менее выгодные, рано или поздно эти отношения закончатся. А отношения – это деньги, это бизнес. То есть чем больше отношений, тем больше денег, больше бизнеса. То есть если переводить вот в такую финансовую структуру. Но при этом вот этот баланс, он должен быть. То есть если ты все свои силы бросаешь на привнесение чего-то хорошего и забываешь про себя, то это тоже не классно. То есть все должно быть достаточно гармонично, ты должен получать удовольствие. Я вообще не считаю, у меня очень много друзей, которые говорят, художник должен страдать. Я думаю, да ладно, ну как, программист не должен страдать, а художник должен страдать. Почему я стал художником, черт подери, почему не программист? То есть человек вообще не должен страдать. Человек должен получать удовольствие. Человек должен кайфовать. у меня нет выходных. Вообще. Я каждый день, независимо от дня недели, времени года, я 1 января в мастерской. Но я не воспринимаю это как работу. Я кайфую, мне здесь очень хорошо. У меня есть очень много других интересов. Я люблю читать книжки, я люблю гулять, с ребенком проводить время. Но при этом в мастерской мне хорошо. Я не воспринимаю это как какой-то невероятный труд. Кажется, я куда-то в другую сторону ушел. В этом залог успеха в определенном. Мне очень интересны мне лично мысли. Такой ракурс. Что ты смотришь у других художников? Может быть, современное искусство вообще? Какие тебе нравятся на современные тенденции? Я очень много смотрю, честно. Я люблю творчество. Я очень люблю творчество. Очень часто. Но причем творчество совершенно любое. То есть это может быть музыка, танец, живопись, графика, скульптура, поэзия. И что я понимаю под словом творчество? Творчество сотворить, сделать что-то новое. И когда в начале, в нулевых, может быть чуть позднее, наверное не в нулевых, позднее, появился такой вид музыки как альтернатива. Там ребята начали какие-то суровые штуки делать. Это было круто. Мне прям это понравилось. А позднее это стало очень популярно. И на сцену стали выходить ребята, надевать вот эти цепи, кричать микрофоны. Но это было уже не творчество. То есть это было зарабатывание денег. Тупое, качественное зарабатывание денег. То есть они давили на те точки, на которые уже общество, ну скажем, клюет. И именно поэтому я стараюсь искать, вот для себя я стараюсь искать какие-то творческие штуки. Мне очень важно творчество. Но при этом вдохновляет меня больше музыка. И еще меня вдохновляют истории о жизни великих людей. Я очень люблю истории о том, как какие-то великие люди поступали правильно, делали качественно. И при этом для меня великие люди это не супер бизнесмены. То есть, ну как бы я не читаю там про Стива Джобса. Он, конечно, прекрасный человек. Вот, но при этом я все-таки читаю, например, про Адмирала Колчака. Вот я считаю, что он великий. А Пушкин? Пушкин вообще он просто бомбический. Он невероятный. То есть, один критик современного, современный критик музыки такую штуку сказал про гениальность. Вот я ее сейчас перескажу. То есть, гениальный человек, он очень-очень нужен здесь, вот в то время, в котором мы живем. Сверх гениальный человек, это человек, который нужен здесь, а через сто лет он нужен в два раза больше. А еще через сто лет еще в два раза больше нужен. И вот этот вот рост, рост вот этой вот необходимости в творчестве конкретной личности, это говорит о сверх гениальности, например, Бах. Вот. И еще я считаю, что художники, художники, вот если мы про бизнес там типа поговорили, вот если говорить про искусство, то художник все-таки это человек, который чувствует какие-то штуки в пространстве, чтобы не уходить в какую-то эзотерику, в которую я тоже на самом деле не особо-то и верю. То есть, да, есть энергия, да, есть какое-то, может быть, поле информационное, духовное вот вокруг Земли. И художники — это те люди, которые могут воспринимать эту информацию и ее как-то трансформировать в танец, в поэзию, в музыку, в живопись, в скульптуру. И именно поэтому, на мое ощущение, мне так кажется, в какой-то момент на Земле становится популярно, популярен вот этот вид искусства. Но ведь это же правда так. То есть, очень-очень редко можно сказать, что вот есть конкретный чувак, который родил конкретный вид искусства в конкретной области, а потом вот все это начало вот как круги на воде расходиться по миру. Как правило, это несколько точек на свете, и они разные, они разные эти люди. Они никогда не разговаривали друг с другом, они не знают друг друга, но при этом они выдают очень похожее по настроению творчество. И в науке такое есть прослеживать. Да, там с радио, по-моему, это было. Да, Эйнштейн и так далее. Это прекрасно. То есть, вот эти вот люди, которые чувствуют, они выдают и все. То есть, по сути, ну как бы, но это такой проводник определенный. Вот. И это великое счастье, когда ты провел, ты что-то почувствовал, и это кому-то нравится. Потому что, ну ведь это же может действительно никому не нравится. То есть, ты мог родиться намного раньше, чем должен был, или намного поздней. И, ну как бы, тебя узнают потом, или ты должен был жить там в золотом веке. Вот. Очень круто, мне очень приятно, понравилась беседа. Думаю, мы продолжим еще в каком-нибудь формате, посмотрим на отклик зрителей. Если будут вопросы, друзья, задавайте обязательно. Все контакты Андрея прикреплю, посмотрите, почитайте, попишите. Спасибо большое, Андрей.